на портал x get поступил вопрос чем разница между добром вообще и добром ранее христа ну знаете истинное добро конечно добро ради христа добро ради добра когда ты не требуешь за добро плату вот ты совершил добро и тебя добра хорошо внутренне или может по-другому сказать это какая-то потребность делать добро другое дело что если добро и добра без христа то есть без веры во христа то очень трудно остаться в этом добре ради добра что человек эгоист и склонен вот всяким таким моментом чтобы там ты мне тебе или вот эти сделать добро ты не должен тоже ко мне хорошо относиться а это если ты делаешь добро и думаю что тебе за это хорошо относились и только в этом случае ты делаешь добро это еще не совершенно добро как-то к тебе твое добро ответить не совсем так как ты хочешь ты сразу добро перестал делать чем сильно добро ради христа то что ты делаешь ради христа неважно как как-то человек ответит в ответ на твое добро нет но она конечно важно смысле что то, конечно, хорошо бы, чтобы все были добрые, друг друга любили, понятное дело, чем какое-то зло нам делал кто-то либо. Но вот в плане того, что я делаю, буду я делать добро или не буду я делать добро? Вот если... Это уже не важно. Если ко мне человек по злому относится, я все равно буду делать добро. Потому что я, повторяю, делаю его не только для человека, не только, я тоже делаю, но не только, но и для Христа, чтобы от Христа получить что? Не просто Царство Небесное. Вот я сделал добро, ага, так, сделал добро, ага, надо записать, чтобы Царство Небесное, там это все предъявить, все тебе к селя. Нет, это так, у него работы не будет. А я получил любовь. То есть я сделал добро ради Христа, и я как награду получил способность делать еще больше добра ради Христа. Иначе говоря, получил способность еще больше любить Христа и людей. И в конечном счете, можно дать такой ненасытности, как у святых бывает. Когда ненасытно, жаждет творить добро, для них наказание – это не творить добро. Они уже не требуют от человека обязательно вот такого, что ты обязательно мне что-то такое дай взамен. Я тебе хорошо сделаю, ты мне тоже хорошо сделаю. Они говорят, не надо, Христос все дает. Вот к этому, такому вот состоянию души, конечно, мы должны стремиться, потому что оно состояние блаженства. Вот у нас все с вами есть опыт, когда мы были любимы, и нас любили, там родители, друзья, там муж, жена. Редко это бывает такое, знаете, пожизненное. Мы не в Старстве Небесном живем, к сожалению. Но был период, когда у нас была внутренняя гармония. Волоно исчезло. То, что, ну, извините, мы с женой поругались, дети были неблагодарны, родители не поняли детей, друзья, не знаю, еще что-то у них там произошло, какой-то кошка пробежала, что называется. Грех, короче говоря. А вот если у тебя все время такое состояние, потому что ты любишь Бога, а Бог любит тебя, ты все время находишься в таком состоянии блаженства, как у на пике, там, не знаю, отношений двух любящих, там, муж, жены, там, и так далее, там, друзей, и так далее, на пике. И еще даже больше, потому что Бог все-таки, он больше, чем муж или жена, или друг. Это Бог. И да, это, можно сказать, что батюшка так мечтает. Ну, знаете, если Айс попробуйте, попробуйте. Вот вы видите, что, может, в какой-то момент вас ругают, а вы любите того, кто вас ругает. Вы к нему относитесь с любовью. Это даже для самого будет странно немножко. Не со злобой, не злобу эти оскорбления вызывают, а любовь. Это возможно для каждого человека, но только при определенных усилиях со стороны. Ну, а у святых это все время бывает. Они в том состоянии все время. И они в Царстве Небесном еще здесь. Вы хотите Царство Небесное? Идите, Господь вам эту трапезу уготовил. Вот надо этим путем идти. Но это будет когда? Когда ты веришь в Христа, ты веришь в то, что церковь говорит, веришь, доверяешь святым, которым этот опыт, и ты этим путем идешь. Я тоже сейчас разговаривал, я рассказывал, я, так сказать, что-то придумал, помечтал немножко. Да, хорошим. Я рассказывал то, что церковь учится, то, что святыны пишут. Ну, и какой-то маленький, очень, конечно, далеко от святости весьма, у меня личный, конечно, опыт есть, что я понимаю, что это не просто теория, это практика. И именно практически, и можно это понять, освоить, принять. Понять, что это не голая теория, не что-то такое, сказки какие-то, неизвестно о чем. О чем-то светлом, но таким каким-то, оторванной жизни. Это самая и жизнь. Только надо попробовать с жизнью жить. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.